И действительно дамы заинтересовались? А то! Ты посмотри на Ники. Красотуля 125274, красотуля 5468, а вот оригинальный, красотка 9856, и ещё 8 кубышек. А у тебя что? Вейстланд 2. Почти то же самое, что преступление и наказание 2. В том смысле, что первый Вейстланд – классическое произведение, продившее Фоллаут. И вообще жанр ролевых игр в мире постапокалипсиса. 88-й год, 16-битная графика, 700 килобайт. Представляете, 700 килобайт – это как тиснуть войну и мир в одну страницу. Выглядело это так. В ту эпоху вместо видеокарты использовалась фантазия игрока. Минули десятилетия. Предполагалось, что сегодня авторы годятся только на то, чтобы, шамкая и пуская слюни, давать интервью студентам факультета компьютерных игр. И вдруг, на тебе, Родион Раскольников снова в деле, теперь с двумя топорами и стелсом. Продюсер Брайан Фарго собрал старую команду. Наверное, это было как в кино. Всеми забытый геймдизайнер Джейсон Андерсон моет посуду в баре. И тут на пороге возникает Фарго. Джейсон, вспомни, кто ты есть. Я призываю тебя. Андерсон бьет в нос начальника смены, бросает фартук, вместе с Фарго мчится на кикстартер и за пару дней собирает миллион долларов на возрождение Вейстлэнд. Прошло два года. Вейстлэнд 2 продолжает историю оригинальной игры. Походовая, ролевая, тактическая. Мы возглавляем команду из четырех пустынных рейнджеров, которые до начала ядерной войны служили в инженерных войсках. Инженерные войска? Так это же стройбат. Ну да. Ну да, неудивительно, что они пережили апокалипсис. Парни привыкли к сложным условиям. Интерфейс, графика и анимация, как бы это выразиться, пропитаны обаянием старой школы. Ну, так и было задумано. Новым игрокам придется свыкнуться с мыслью, что длинные диалоги необходимо читать. И понимать прочитанное. Это существенная часть игры. К счастью, Вейстлэнд переведут, и в мануале не появится строчка. Прежде чем начать, хорошенько выучите английский язык. Андерсон, небось, боится, что придется вернуться к мытью посуды, если новое поколение не оценит архаичный вид сверху-сбоку. Изометрический, так сказать. Не вживется в сложный мир радиоактивной пустоши. Ну, не воспримет длинные диалоги. И спросит, а где наши миллионы с Кикстартера? Ну, а те, кто помнит Fallout, почувствуют себя в Вейстлэнд 2 как дома. Все-таки Брайан Фарго по ядерным апокалипсисам большой специалист. Вот и в этот раз не подвел. Получилось, что называется, очень даже ничего. Манящее приключение для взрослых с юмором, ругательствами и непристойностями. Продолжение следует...